Вот уже третий день в стране продолжается досрочное голосование на выборах президента. Оно не обходится без участия отечественных спортсменов, многие из которых из-за плотного графика не имеют возможности отдать свой голос 11 октября. О том, как атлеты исполняют свой гражданский долг, в нашем сюжете. Хоккейный сезон в Беларуси набирает обороты буквально с каждым днём. И забот у игроков, тренеров и, конечно же, спортивных функционеров немало. Председатель Федерации хоккея Игорь Рачковский, несмотря на плотный график всевозможных встреч и совещаний, не мог остаться в стороне от голосования. Непосредственно в день выборов 11 октября прибыть на участок он не сможет, и поэтому свой голос отдал уже сегодня. Учитывая определенные графики, спортивные мероприятия, есть причина. В воскресенье хочу съездить на свою малую родину, встретиться со своей матерью. Поэтому решил вместе с супругой прийти досрочно проголосовать. Для белоруса, поэтому голосую за Беларусь, за свою страну, за своих детей. Я хочу, чтобы они жили в безопасности. Это самый ответственный политический момент страны. И здесь надо подойти с очень трезвой головой, без эмоций, всем гражданам Беларуси сделать тот выбор, который они считают. У спортсменов и тренеров выходные, жаркая пора. Новые старты, новые вызовы. А потому все активно голосуют досрочно. Гандбольный СКА в субботу стартует в Кубке ЕГФ выездным матчем с голландским фоллендамом. Главный тренер армейцев и человек – легенда для всего отечественного и советского гандбола Спартак Миранович. Рад принять участие в определении будущего своей страны. Всю сознательную жизнь он проработал в родном СКА и на легионерские хлеба не стремился. Честно говоря, лень мне ехать в какую-то страну, а не ту, которую я люблю. Поэтому мне приятно приехать на машине по нашему Минску, по Беларуси. Мы не только избираем кого-то, мы избираем свою судьбу. Юная гимнастка Екатерина Галкина спешит в избирательный участок сразу с тренировки. Соревновательный график насыщенный, но время проголосовать она нашла. Подниматься на пьедестал почета чемпионатов мира и континента для Галкиной – дело уже привычное. А вот голосует 18-летняя Грация впервые. Волнительно было, как выполнила свой гражданский долг. Так получается по расписанию. Поэтому получилось досрочно. Впрочем, совершенно не важно, проголосовали спортсмены досрочно или в день выборов. Главное, что голос каждого будет учтен. Только вместе можно выбирать свое будущее. Редактор субтитров А.Семкин